Продолжение следует... Я ничего не знал еще, я думал, что этот человек очень жил в начале этого века. Я говорю, какой-нибудь еврей-масон написал, я говорю, а ты, я говорю, берешь за основание. Нет, надо сказать, что такое понимание книги, книги Иоанна, разделяет сейчас вся богословская наука, православная, католическая и протестантская. Вы не найдете ни одной, ну, любой взять энциклопедию, любой богословский справочник, там вам расскажут то же самое. Просто, когда мы говорим, что это высший авторитет, это не потому, что там обязательно рассказано вот от слова слово, а это есть учение, которое нам преподано, его надо уметь понимать. И надо сказать, что тоже Ян Затаус пишет так, что в Писании есть вещи, которые надо понимать буквально, есть вещи, которые надо понимать переносно, а есть вещи, которые надо понимать и так, и так одновременно. Значит, просто руковать Писание, так сказать, только от своего ума, не всегда подручно. Иногда необходимо что-то разобрать. А вам эта книжка не попадалась где-то? Я не читал, даже в руках не держал. Я так вот думаю, на месте я выясню, а это я ему дам. Это Володя взятие, я говорю. Вот он, чтобы сам из ваших уст услышал, что он вас не понял. Нет, он, конечно, не понял. На самом деле, эта же книжка из всех моих книг самая такая, я бы сказал, ну, проповедническая, что ли. Сашки, что он, наверное? Это вестники Царства Божьей. Самая посвященная самым глубинам веры. Вот, надо, чтобы вы ее прочли, чтобы было ясно. У меня, к сожалению, нет, они все время все на руках. Я пока еще и не имею, но пока несколько вопросов задам на это. Вот есть моменты такие, как отроки вавилонской печи, на чем составлены и арматы, и запевы. Вы буквально понимаете, что они были в печи? Или все-таки это как-то в виде притчи? Видите, мы точно не знаем. Многих людей бросали в печь. И, конечно, Господь властью на освободить человека не только из печи, но и откуда угодно. Мы совсем не считаем, что Бог может ограничить свое всемогущество. Но просто, если, скажем, пишет пророк Исаия, он пишет о том, что он видел своими глазами. Он говорит, такой-то царь, такой-то... А пророк Данил писал значительно позже. И там уже все это дается путем сказания. Сказание. О чем говорит эта книга? Книга Данила. В ней нужно искать не историю, а это свидетельство о свободе веры. Действительно, был царь... Это был не Науходоносор. Не Науходоносор. Науходоносор никого не преследовал. Теперь все, так сказать, известно. Это был его преемник. А Науходоносор называли его просто, так сказать, ну... Предание называли. Ну, как мы называем, Иван Грозный. Все такие цари там были. Важно, что люди читали эту книгу в период гонения на веру. И они находили в этой книге утверждение, что Бог помогает и спасает тех, кто отстаивает свою веру, кто готов даже пожертвовать своей жизнью ради веры. Написана была книга Данила в тот период, который описан в книгах Маковейских. В полном издании Библии, книга Маковейская, изображает гонения, учрежденные Антиохом и Епифаном, против иудейской верхозаветной религии. Женщины, которые владенцев обрезали, детей убивали на глазах, а самих женщин сбрасывали со стены. Известно, что старика уговаривали законника, чтобы он при всех нарушил закон, и он сказал, что я буду притчевый язык, если молодежь увидит меня, что я ради своей жизни. Это все написано в книге Маковейских, в первой и второй. И вот в этот период была написана книга Данила. Она, автор ее, боговезновенный, конечно, безусловно, человек, через которого Бог говорил. Он собрал сказания о том, что было до того. Все поучительные, назывательные сказания с одной мыслью. Тот, кто стоит за веру, тот не должен никогда колебаться, и что Бог его избавит и спасет. А тот, кто погибнет, тот получит вечную жизнь. Надо сказать, что в Ветхом Завете до этого учения вечной жизни не было. И впервые появляется она именно в книге Данила и в книгах Маковейских, то есть во II веке до Рождества Христова. Почему так получилось, это долгий разговор, но так нужно было. Я так оттеперное тоже скажу. Но все святые отцы я уже беру самых великих. Василий Великий, Ефрем Серин, Григорий Богословский, особенно много Ян Златоуст. Ни одного слова они не допускают в Библии переосмыслить. А только написано, говорит, раз был Новохладоносор, то да и аминь. Потому что дороже неба и земли сам, говорит, Бог оценил. Это одно. Ну а потом, что вы говорите, это несет в себе вот такой-то дальнейший заряд, чтобы они были верны Богу, это все на месте остается. Но уж если их бросили, и они не сгорели, и вышли, и вы допускаете, то почему теперь ставить бы как-то хоть маленькую такую где-то щель, что может и это не так было. И не принадлежит находоносоре, а я на Эпифана покажу по книге Маковейской. А фиканты их вообще Маковейские не признают. Но их не признают, да. Но, тем не менее, все-таки правда, что это там написано. Это истинно так. Мы-то православные должны признавать. Но главное, что все святые отцы, они понимали буквально, зачем мне иначе мыслить? Ну, надо сказать, не совсем все. Потому что среди святых отцов было несколько школ толкования. Антиохийская школа, это Исиан Задауст, Ефрем Сирин, частично Василий Великий, понимали буквально. Александрийская школа, святой Григорий Низкий, к нему примыкал, в России Меделандске, они толковали настолько иногда расширительно, что там уже у них многое совершенно исчезало. А есть еще несколько толкований. Все они друг друга дополняют. Если об этом подробнее рассказать, то, пожалуй, потребуется много времени. Но я скажу только одно, что святые отцы, они нам дали не окончательное решение всего. Они нам дали указание, как дальше развивать. Иначе бы все это стало и конец. Святые отцы, это не призыватели к тому, что 5 часа назад, что они все уже открыли разным всегда, нам только повторять. Они были очень смелыми людьми. Они себя-то не считали святыми отцами. Они вот так, как мы с вами. Они считали себя грешными людьми. И они дерзались. Дерзали, толковали, думали, спорили. У них есть противоположность. У одного сказано про это так, у другого сказано совершенно иначе. Значит, у святых отцов не было единомыслия по многим вопросам. С богматых, говорил Блажен Августим, единство, спорным, свобода, а во всем любовь. Вот трехчленное решение вопросов. Вот. А догматых немного, так сказать, это такое твердое основание, это совсем не так много. Вот. Скажем об авторах священных книг. В любом толковании вы найдете, что отцы расходились по этому вопросу очень серьезно. Одни считали автор, одного, другие, другого, третьи. Скажем, о книге и его 10 мнений у отцовствуют. Всех раз. Вот. Что я могу на это сказать? Что вопрос о том, когда возникла книга, кем она была написана, и ее исторические подробности, это вопрос не веры, не откровения Божьей, а науки. Этим может заниматься наука, не мешая вере. Все равно, как устроена Земля, как устроена Вселенная, это вопрос не веры, а науки. Вопрос о том, в каком году был такой царь, такой, это должна разбирать наука. Для веры все равно, для меня не важно, наука должна была в таком-то году или в таком. Мне важно, что сегодня мне Господь говорит через них. А ученый может указать, что здесь вот такая-то, вот такая-то. мы верим в том, что Слово Божие передавалось через Слово Человеческое. Слово Человеческое, оно всегда не совсем совершенно. И в Священном Писании есть и какие-то разночтения, неясность, это же люди писали, и ошибки могли быть у переписчиков. Сколько вариантов? Знаете, вот у меня вот есть Библия, где указаны все варианты в каждой руке. Оказалось, что там сотни вариантов, а какой из них точный, неизвестно. Но основное содержание сохраняется. Ну, там сказано в горы, а ведь сказано под горы там. Вот, в Деянии Гапотских в одном месте стоит в Иерусалим, а в другом из Иерусалим. Меняется немножко смысл. Но для веры это ничего не меняет. Пошел он туда или туда? Для веры. Для того, чтобы, кто верит, что Господь открывает через это Слово Человеческое, что это и есть таким образом Слово Божие, тот все это легко может понять. Священное Писание есть не просто книга человеческая, и не есть просто книга Божия. А это и есть книга Бога Человеческая, как Христос был Бога Человека. Ибо в ней отражается и характер авторов. Например, Василий Великий и Блаженный Иероним пишут, что у Исаии слог стиль один, красивый, у Езекииля он погрубее там, у Амоса он простой. То есть мы видим, что разница. Скажем, как пишет Иоанн Богослов в своих Евангелиях и посланиях, и как пишет Евангелист Марк совсем не похоже, как Павел пишет. Их при действии Духа Божия на Бога и восстановенного Писателя сохраняется его лицо полностью, его эпоха, в которой он жил, язык, на котором он писал, его понятия, представления. Он как человек. Он не просто инструмент, который бессознательно записывает то, что Бог ему внушает. Нет. А это он соучастник Божий, сотворец священного Божия. Он пишет, что писали человеки, святые Божии. Вот вы даже сказали, что как Бог и человек одновременно, то и писал тоже и одновременно участвовал в написании Библии Бог и человек. Наверное, все время подчеркивает, что человек, движимый Духом Святым. Ну, конечно. Не так, что мы сели с вами и будем придумывать. Впрочем, если Господь захочет через нас сказать, Он может и нас, дураков, так сказать, для этого исполняться. Это уже, так сказать, Его воля. Ведь Он и ослицу заставил заговорить, когда нужно было. Так, а вот вы сейчас которые книги писали. Первые ваши вышли, может быть, лет 10 или больше назад? Больше, наверное. Так, теперь вы заново берете иногда их, может быть, и кое-что читаете из них. Вам не кажется, что кое-чего следовало бы сегодня, может быть, уже... Менять? Да, менять. Да, я даже несколько книг переписал заново. Вот все на человеческие я написал заново. Ну, мне было всего 20 лет, когда я писал. Ну, а вам, знаете, я все буду говорить откровенно, вы не обидчивый человек? Нет, нет. Если дружбу человек хочет строить и на обидчивости, то это развод неминуемый. Нет, нет, нет. А вот такие моменты когда-нибудь у вас были в жизни, я хочу сказать про себя, что было, что я писал, тоже что-то писал из стихи, что потом самому было так нежелательно и даже слышать и читать хотелось, чтобы это поскорее в другом месте стерто было. А годов, в смысле, годов немного прошло только. Вот у вас то, что написано и разошлось. Такие моменты были, это написано, за что сегодня уже сейчас сделать бы. А даже в одиносице это так стыдно даже. А что в одиносице? Я ничего не скрываю. Я сжег 10 тысяч машинописных страниц собственно. 10 тысяч. Сжег. У меня есть такой загарочек, гиена домашняя, вот, на улице. Я там жгу. Так что я очень... Вот написал книгу одну, я ее сжег через месяц, просто уже написал всю. Сел и начал писать данную. Вот. Что касается того, что у меня было, то я неудовлетворен очень многим. Очень многим. И именно из-за этого мне пришлось две книги заново переписать от начала до конца, хотя они уже выходили большим тиражом. Так, но вы, видимо, так представляете, не маленький ребенок. Что это несет, допустим, у человека особую информацию? Если в ком-то из малых сих вы поколеблете веру, вот как случилось, допустим, здесь вот с одним человеком, то всей вашей жизни писанина не хватит, чтобы рассчитаться за эту дуку. Значит, тут можно сказать следующее, что у меня столько людей обратилось под влиянием моих книг, что, может быть, на весах Господь учтет. А знаете, как у Виктора Гюго отвержена книга, через которую я начал Бога искать, что если, говорит, тысячи людей будут прославлять Бога за меня, и только один, говорит, проклянет, и ни одно, говорит, словословие не дойдет о проклятии возвратиться на волосатой теме. Да. Ну, надо сказать, что я все-таки могу только утверждать, что человек когда молится и надеется, что через него соблазн не будет, он больше ничего не может сделать. В конце концов, мы все слабые и грешные люди, и мы просим, чтобы Бог действовал через нас и оградил от соблазна. А вот когда, вот видите, что ваши книги имеют такой авторитет, если люди верили, что автор именно Мост, Даниил, и именно так написано, как понимал, допустим, Златоуст, это не в сиканском понимании уже, а теперь человек читает вашу книгу, лично вы склонны к тому, чтобы он поверил, как он и верил по святым отцам, или склонился на вашу сторону, на ваше понимание? Внутренне, как бы вы хотели? Видите ли, дело в том, что я над этим долго думал и понял, что пока мы не примем уже давно принятую в богословии православным, католическим, протестантским, дополнительную научно-критическую методику, мы не разберемся в очень многих вещах священописания, она будет закрыта от нас. И этот самый новый подход, который православные богословы, причем очень выдающие, не в пример мне, а всемирно известные, которые приняли, защитили, отстояли, что это очень много дано. Это не моя придумка, это не то, что там взял, придумал отец Александр, а это целые поколения уже работают. Это написано с горы томов, как в нашей церкви, так и с других. Вот, просто пришло другое время добавить к тем толкованиям, которые были, аллегорическим толкованием таким, буквальным толкованием, прообразовательным толкованием, добавить еще библейско-историческое толкование. И все вместе они дадут нам нужную картину. Вот, теперь я скажу так, если человек, который подумает, что что-то написано не тем, не тем верой поколебле, значит, у него не было веры. Значит, это не вера. Потому что вот был такой писатель русский, Алексей Степанович Хомяков, он сказал, пусть докажется послание к римлянам написано не Павлом. Церковь скажет, оно мной написано, это мое послание. Церковь принимает эти тексты не потому, что это писал Иван, Иезекиир, Федор, а потому, что церковь опознала сначала Ветхозаветный, а потом Новый Заветный. В этих текстах хотя бы было куча, сколько осталось этих апокрифических. Опознала в них, Духом Божиим. Опознала в них истину, говорящую с неба. Поэтому церковь сама выбирала. И Ветхозаветная церковь отбросила очень красивые книги. Книга Еноха, она уваженнее была к христианам. Послание Иуды, на нее прямо ссылки есть прямые. Но Церковь ее отвергла. И теперь мы понимаем, почему она. Так, я снова к этому вопросу возвращаюсь. Вы конкретно мне да или нет, это теперь уже должны как бы ответить, не должны, или другим словом сказать. Человек верил вот так. Вот простой христианин. Для меня же это ложь. Понимаете? Для меня лично вот это ошибка. Понимаете? Ну просто, потому что он подумал, человек верил, что Земля имеет форму чемодана. А я установил, не я лично, а вот установили тысячи людей, что она круглая. Зачем не, чтобы человек жил ради веры во лжи? Вера должна не бояться истины. Вера должна идти смело навстречу правде. Если этот человек считает, что вот правда заключается в том-то, он должен ее отстоять и показать мне. Почему же? Вот если я говорю не от своего лица, от лица богословов, что вот мы, библеисты-богословы, на протяжении ста-пятидесяти лет, изучая вопрос, пришли к такому выводу. Если он считает, что он другой, покажи почему. А вера стоит у обоих непреложна. И так, и так. Люди верили, когда они считали, что Земля плоская, когда они считали, что Земля круглая, теперь верят, когда знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Это вопрос вторичный. Верить в Бога, в Его откровение, в Его истинное Писание можно при любом научном подходе, в том числе и к Священному Писанию. И поэтому я бы всегда предпочел, чтобы люди смелее и честнее подошли к вопросу и не говорили, а, отцы сказали, я могу теперь дремать на печи, все, больше ничего не надо. Я почему о книгах спрашиваю, это будет ваша или награда пред Господом, или проклятие в аду? Вот именно, ну что делать? Ну, поэтому, если я вам сейчас говорю, сейчас вопрос много задаю, потому что, если бы вы не писали книги, а обыкновенный батюшка от барабанил и домой пошел, мы бы с вами не встретились, я бы из Сибири к вам не приехал туда. Вот о книгах об этих и хотелось сейчас еще немножко сказать. Вот как вы сейчас думаете, что если вы, люди вот сейчас, которые читают книги ваши, и в них вера эта укрепляется, и вы говорите, и я не могу в этом сомневаться, что действительно, может там, множество людей, тысячи узнали. Цель моя такая была, цель моя, укрепить веру в людях. Но укрепить не за счет лжи, понимаете, я не хочу грамма лжи ради укрепления веры, не нужно, это все фикции, Богу вся эта шарманка не нужна. Ему нужна только правда, если я убежден на основании определенных вещей, что вот это правда, я буду строить на этом, а всю золотую кучу, которая была в ложью, не нужно Богу это. Его не надо, так сказать, защищать фальшивыми вещами. Не нужно. Он не нуждается в этом. Хорошо. Ну вот, судя по тому, как вы здесь смело вот говорите об этом деле, а дело это весьма небезопасное в этой области, в которую вы вторглись. Я вам это очень хочу сказать. Вы идете по грани остро-осточного кинжала. Что делать? Или оставите позор, если на всю жизнь где-то, или в самом деле Асанна воспоют при вашем исхождении из этой жизни? Судить будет жизнь. И Господь мне не приходится. Надо сказать, что это я не придумал, это мне было дано благословение ни раз. И книги мои были одобрены многими епископами. А откровений так вот вы никаких не имели, только кроме того, что с людьми разговаривали, путем разума постигали, изучили? Много раз. Много раз. На протяжении всей жизни, потому что писать начал с детства. Пожалуй, пишу, сколько себя помню. Кратко, хоть несколько моментов таких скажите, что было. Это все сокровенно. К сожалению, не могу это сказать. Это вы чувствовали? Да. Или в чувствах, или в видениях было? И всякое было. Может быть, это... Ну, хотелось ближе это делать, значит. Это не могу надевать. Вопрос непростой такой. Да. И вот сейчас, когда вам приходится, может, где-нибудь бывать, вопросы по книгам вам кто-нибудь задает вот так вот, из батюшек, которые читают их, потому что они в руках у священников тоже есть. Да. Ну, знаете, я, откровенно говоря, мало вообще вылезаю. Я больше занят в приходе дома. Мне некогда. Но бывает, что задают некоторые, просят книги, некоторые сомневаются, насколько. Но многие не читали, к сожалению, их книг-то мало. Знаете, есть такая латинская пословица. Сделал то, что мог. Если другие сделают лучше, я буду только рад. Пусть сделают. Пусть сделают. Да. Вот относительно книг, конечно, вопрос для вас это очень большой, он может даже и болезнен. Вы уже вкусили, что означает слава в той мере, которая не каждому доступна. Например, что меня в КГБ про это спрашивали. Вот вся их слава. Что меня всегда могут припаять за это дело. Вот и вся слава. Я специально этот вопрос поставил, потому что слава и власть они неразрывные братья. И однажды взявшись за это властные человек едва ли отпустят ее. Дорогой мой друг, когда пишешь книги, которые не печатают, меня же последние печатали официально в советских, ну, в наших церковных журналах уже давно. Правда, там много печатали, но давно все это было. В 50-60-х годах. У меня напечатано около 50 статей там в нашем журнале и в наших журналах за рубежом. Православных. Болгарских, немецких и других. Итальянских. Вот. Слава никакой не имею. Я даже не только ничего не имею за это. Даже, собственно, книг не имею, чтобы дать вам просить. А за то, что печатают на Западе, там их распространяют, вам они за это ничего не откладывают, деньги никакие? Нет, это без бездоходное издательство, оно чисто такое церковно-благотворительное. Они работают на для того, чтобы сблизить церкви. Они печатают вот православных, там, архиепископа Лукуна печатали, наш Владыкова, это Вениамина, там, еще у кого-то и мои книжки. Ну, в общем... Значит, такое, как у Солженистов, что печатали, в банке откладывали ему там за это деньги, это на религиозную тему... Абсолютно. Нет. Абсолютно. Ни копейки не лежит. Ни в каком банке. Вот сейчас вы так, если так смело об этих вопросах рассуждаете, то, думаю, здесь нам проще будет сойтись. Это основной вопрос был. Как смотрите на то, что Евангелие по Риме, апостолы и все часы считаются на славянском языке? Хотя бы это, ведь можно было для народа дать, когда все есть. Да что и русский народ так презрен, хуже всех нас? Я был у своего духовника, одного архиепископа. Он вел у себя чтение по-русски. Апостола. Это уже диво, как бы считается, понимаете? Диво. Его уже там клянут. Хорошо. Но если у вас все-таки хватает на то, чтобы за эти книги стоять перед КГБ, то ведь как... Нет, я ничего не стою. Я ведь... Но и вызывают. Я не пишу политики. Ну, да-да. А специально не вызывают. Потому что в политике они пишут, они занимаются вопросами. Я занимаюсь наукой, богословием, все это. Сейчас вы могли бы у себя сделать так, чтобы вы все-таки здесь сейчас один, батюшка? Нет, нас двое, я не настоятель. Так что... Я единственное, что могу делать, я стараюсь немножко, ну, приближать чтение церковнославянское к русскому языку. Ну, вместо живота и покоя, жизни и упокоения. Когда читаю Евангелие, я стараюсь убирать слова непонятные. Вот. Ну, то, что в моих силах. Ну, у нас батюшки делают так и есть. Вот выходит он, большое Евангелие, а вытаскивает из кармана маленький, а ложит сверху и начинает читать. Я знаю то, что выходит, допустим, он уже за 80 с лишним лет батюшка, и кажется, не ему бы так передовым умом здесь пошевелить немного. Нет, он сделал так, как молодые не могут делать. Начинает запев первые две строки, читает по-славянски. Ложет сверху Библию и по-русски Псалтир начинает нараспев читать. Молодец, это прекрасно. Я сторонник перехода на русский язык, но тут я не властен, потому что я тут не один, и на меня все время охота идет в этом отношении. Каждое слово смотришь, чтобы я не нарушил предание стартов. Знаете? Хорошо. А вот теперь я уже не по порядку эти вопросы, они складываются так. Было обновленческое движение. Вы коротко не могли бы сказать причину его поражения? Хотя бы минуты в две так. Основные... Одной фразу скажу. То, что оно не захотело быть обновленческим. Первое. Второе. То, что оно было предательским. Все. Почему не захотелось очень быстро. Значит, церковь нуждалась в реформах. наиболее активные силы церкви в это время оказались в изоляции. Кто за границей, кто это самое, кто то, остались консерваторы. Они не хотели никаких реформ. И обновленцы буквально тут же все это русский язык все отменили и все стали служить по-старому. Только что у них двоеженцы были в священнике. Это первая причина. Они, испугавшись, отказались от реформы. и когда в 46-м году умер митрополит, то а чем вы отличались? Оказывается, ничем. Ну, тогда оставайтесь в РПЦ. Вторая причина, что они были предательским настроен, это пытаясь укрепить свое положение гражданское, они писали на людей. Навалом писали. И тогда это грозило не просто штрафом или даже тюрьмой, а хуже. Поэтому Бог не дал им развернуться. Лично ваше мнение о том, что русский язык все-таки за горами где-то или маячит? Хотел бы, чтобы это дело было, но просто даже не верить, что пробьется. Завис, конечно, много, даже не от епископов. Многие епископы. У нас был митрополит Никодим в Ленинграде. Он вел по всему Ленинграду чтение апостола на русском языке и еще кое-что. Он умер перетрудившись. Его преемник все это поломал. Опять по-славянски заселить и все. Так вот этот силикань это ведь смерть несет. Люди не знают писания и потому погибают Златоусь, говорит. Это всех устраивает. Если всех устраивает, то каково же это руководство тогда и куда мы пришли? Если смерть в посомах устраивает пасторей. Ну давайте своими словами назовем те вещи. Вы же сами понимаете, что вы Златоусь тогда говорил, вижу, говорит, свиней, стадо свиней. Я в конюшни, говорит, служу. То, что сейчас вы на свою пастору смотрите? Кто вы? А в общем-то каков поп? У нас есть немало епископов, которые хотели бы перейти на русский язык хотя бы частично. Но столько же противно человеку. Это говорят красивый язык славянский церковный. Более того, кто-то из наших архипастырей и даже очень высокий я не буду называть, потому что я не помню точно, разговоры все эти глупые, потому что церковный славянский язык он родной для русского народа язык. Родной непонятный. Помираете вы окаянные грешники? А вот то, что у вас приходится часто требовать совершать на русском языке, если вы сегодня стали совершать крещение, у нас есть такие пастори, венчане на русском языке, то есть то, что уже переведено, это есть, то вы могли бы это делать? Вот к вам придет человек, который желает, чтобы это вы сделали. Конечно, но в частном порядке. В храме, конечно, тут же меня закидали бы камнями. Но я все-таки стараюсь приближать к русскому языку тексты, которые я читаю. Но если вы считаете, что русский язык должен быть, но кто же будет начинать? Вы, похоже, и боитесь уже, что как бы вас не закидали. То есть более благоразумно нужно поступать, ждать момента. Дело в том, что если бы я был епископ, у меня было бы право на это. Понимаете, я ведь подчиняюсь непосредственно. У меня есть настоятель, у меня есть епископ. А архиерей говорят, если бы я был патриарх. Значит, там дальше отговорка другая. Нет, почему? Многие архиереи действуют на свой страх и риск. Патриарх им не указан. Патриарх дедушка едва ходит, и все на него пальцы упадут. Нет, вообще, на самом деле, епископы делают. Но противников этого много. Но надо сказать, что в нашем приходе у нас много людей достаточно просвещенных. Сегодня мы попали в такой день, когда мало народа, потому что сегодня я не служить. Служить должен был он, а я случайно. Мы с ним переменялись, он в отпуск ушел. А так, когда весь наш народ собирается, у нас все службу знают. Хорошо. Но кроме того, тут есть еще одно соображение, которое я не упущу. Тексты богослужебные, вещь серьезная. Вот мы пришли, когда к вам в храм, переставал входы, я думаю, та же, как в Индии, или не так. Ну, потому что храм маленький, то отличается, уютность и все. Но вот два алтаря, зачем у вас в храме установлены? Одновременно. Один. Два. Один мамоний, другой Бог. Да еще у вас торговля в храме. Торговля в храме, это еще очень. Когда к вам Христос придет к задним дверям, чтобы выбросить это все, или не дошел еще? Дело в том, что вот я был недавно этим летом при Балтике в католической церкви. Там ничего этого нет. Нет. Они ответили так, если бы у нас это было, по иконам, как у вас отходят, вы ладзай, ладзай, целует. Мы убили его на месте, вот она как ответила, католичка, настоятелю греческого храма. При мне. Вот и дело. Мы не знаем еще того, что там убили его. Это ее мнение такое. Видимо, еще остатки ревности осталось, инквизиции. Но этого, не допустили. Что у вас? Не хватает на кладбище места, где ты во дворе? И причем, где, 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 где. Я вам сейчас скажу. Когда я был настоятелем перед этим, я ящик вынес из храма, поместил его в притворе, загородил стенкой и сделал окошечко, как вот в кассе метро. И там люди покупали свечки. Но покупали из храма? Нет, они покупали независимо. Это было вне пределов храма. Вот это дело. Вне пределов храма. Вот. Но здесь я не настоятель. Я не могу. Но ни в одном кинотеатре во время сеанса не торгуют. Ну что же мы поставили хуже? Хуже и нет хуже. Резон, дорогой мой. Конечно, резон. Так это всеобщая очередь. Да, да. Да какая же это служба-то у нас? Златовый говорит, прекрати службу, наведи порядок. Верно. Верно. Ну так а кто будет начинать? Златовый говорит, ты начни, говорит, и все остальное будет приписываться тебе как родоначальнику доброго дела. Но для этого мне нужно иметь свой храм, чтобы я мог начать. Но мне его отняли, приняли. А у батюшек, у которых есть свой храм у настоятелей, другую причину выискивают? Не есть это главная причина. Нет, почему нет? В некоторых церквах с этим делом управляются. Кто хочет, тот управляет. Может быть на сотню едва ли один, и то на половину. Две точки. Одна все-таки в церкви, как во фронзе, а другую во двор сделали. Это борьба за копейку, которая снова пойдет в погибли. Да, конечно, безусловно. Так. Вот поэтому-то Бог нас и наказывает, поэтому он не дает того, что мы ждем. Понимаете? Понимаем. Вот в чем причина. Но разговор без хозяина, как говорится. Потому что для этого нужно иметь полномочия в церкви. Или пророческие призвания. Пророческие. Вот у меня нет харизмообличителя. Вот чтобы я мог прийти и сказать, а будьте вы все и так далее. Нет, такой харизм. Бог не велит такого мне делать. Вот. А. Ну, есть у нас такие, которые влечали. Но влечать, конечно, эту публику все равно, что щекотать слону в ухи перышком. Им все это. А вот вы сейчас не думаете, что как проповеднику и труженику на Ниве Божией вы себе приговор выносите этим, что публика-то ваша все-таки, не чужая. Ее не горко мучит, а вы. И вот щекотать ее нервы так загрубели, они не понимают, тьмы от света отличить не могут. Это же ваша паста, ваше научение. Верно. Но я стараюсь сделать то, что я могу, чтобы разбить эту стенку. Вода, камень, точь. Ну, Бог в помощь. А теперь вот, что у вас, от мужчин разве совсем прихожан нету? Да иногда очень много. А почему женщина ватаря сныет? Вот для чего спрашиваете. Это поставил настоятель монарх. Опять настоятель. Ну, зачем она женщина? Это единственное место, где мужчина может скрыться. От женщин? Да. Надо сказать, что у нас в храме довольно много мужчин, и мы от женщин не бегаем, мы не боимся. У нас много мужчин. Неприятное зрелище, когда женщина там, что-то шесть подолом заходит. Крайне неприятное. Я знаю такое, по благословению архиереи были. Скажу, у моего брата родного, он настоятель Тобольский сейчас. В один день отрубили, и все кончилось. Ну, у меня было, знаете, до того, как пришел настоятель, у меня было пять алтарников, все были мальчики. Он их всех сразу разогнал. Не сразу, но постепенно. Помните всех? Был и Тищенко, и Кифер. Все держали. Нам не нужны были эти. Но вы сами, если бы сейчас от вашего волю... Я бы все вернул, конечно, на прежний момент. Наш мужчин хватает. Теперь крещение. Относительно крещение один из самых больных вопросов. Почему в православии перестали совершать погружение, а все-таки обливанцев и как попало в одежде, лох помочить и расходить? Не научает, не отречения от злых дел, хотя на словах это есть. Все ложь идет, стопроцентный брак крещения. У нас 17 тысяч в одном храме крещен в Арнауле, и ни одного из них в храме не остается. За 10 лет 170 тысяч крестили, и один человек не остался. Как это? Это Леонтий там, ахитий российский. Нет, сейчас у нас Гедеон. Да это везде. Нет, это все. Значит, дело заключается вот в чем. Что крещение есть действительно настоящее таинство, когда приносят верующие родители, верующие родители, с верующими крестными принять детей в церковь. А когда приходят эти мужики, которые в бане не знают, как перекрестить, родители крестят ради того, чтобы ребенок не болел, это просто насмешка над таинством. Вот. Что можем мы тут делать? Разъяснять, ну, мне проще тут, потому что я веду иногда, когда есть возможность, беседы с крестными, с родителями, рассказываем, особенно, когда взрослые. Но это делают немногие. вот, опять-таки, я был на днях у своя епископа, который показывал ставленникам, новым, которые будут рукополагаться, он делал им образцовое крещение. Он сам крестил, младенцем. Он говорил вступительное слово, потом сделал оглашение, потом объяснял, что такое оглашение, потом снова слово, потом крещение, потом опять. В общем, такая действительно назидательная была. Ну, я надеюсь, что от него перимуты, люди в его епархии, кто захочет. Вот, что касается меня, я, вот, скажем, взрослых вообще не крещу, стараюсь не крестить, пока они не пройдут подробной подготовки. Месяц, два, три, полгода, год. И только тогда соглашение, только тогда уже... А крестить со взрослых будете тоже с лобстиком мочить? Купер это у вас нету? Ну, на основании в отношении воды, то в учении двенадцати апостолов, вещь, которая написана почти в апостолстве, у нас сказано, что погружать необходимо, но в случае крайней необходимости можно и обливать. Ну, конечно, Московская область перетерпела в столетнюю засуху, воды не хватает, никак. Но были случаи, когда вот у меня тут есть пруд, я крестил прямо с пруду. Он нам зацепил. Я хочу сказать очень, здесь, видимо, у нас все-таки опять же то же самое, нет ревности и страха Божия. Делаем дело Господне небрежно. Почему пророки сказали, 48-10, вы сегодня говорите, делающие дело Господне небрежно, проклят, это не случайно все-таки. Почему здесь же вот мы пошли на Рогожское кладбище, старообрядческий храм. за все время существования 150 лет ни одного младенца, ни одного взрослого в троекратное погружение, чтобы не погрузить, не было. Рядом единоверческих ни одного еще не погрузили с полным погружением. У нас сегодня день такой. К нам приехал... Ну, надо сказать, я бы переберусь, у старообрядцев они крестят тоже, но это крещение формальное такое же, как у нас. Хоть они их макают целиком, но на самом деле они их не наставляют, не катехизируют, они уходят все в степь, они ничего не знают о вере. Аминь, но я говорю о погружении, только о погружении сейчас. Почему у нас этого даже нету? Дело в том, что для взрослого человека погружение надо устроить купель как серьезное. А баптисты же строят, адвентисты строят, так мы что, обеднели или что? Мы за год водки больше выпиваем, чем у нас в купели воды. Ну, конечно. Но надо сказать, что только в одном месте я видел, в Переделкино. Так вот, сегодня у нас поехали люди креститься в Переделкино. Угу. Проехали все везде, вчера были в Троицке, хотели там покреститься, в Загорске не могли. Приехал баптист, еврей. И Господь коснулся сердца, после бесед решил он принять истинное православие. И крестить мы настаиваем, и он желает, как положено по-христиански. Не просто стоял одержа в костюме, пригал, так и ему лоб помочили. И нигде не могли во всей Москве найти. Поехали в Переделки, на сегодняшний день договорились, что сейчас должно быть крещение. Да, там есть вот такое крещение, да. Так это в Москве, а в Ярославской области, говорит, ни одной не скупели. Что? Это на крайнюю нужду? Я все-таки больше придаю значение духовной подготовке человека, чем самой форме крещения. Потому что Дух Божий действует даже если есть и капля воды. Важно, чтобы была вера, Господь, Дух и встреча Бога с человеком. И вода, как символ, даже если нет воды, песок, как у нас говорят, если нет песка, там снег, но лишь бы сам человек. А погружали раньше всех, погружали, а что, да погружали, что получил вот у нас Божий. поговорите, все, но нельзя одно от другого отрывать, нельзя отцы заповедовать, слово крещение означает погружение в переводе, дословно. Ну, я изучал греческий язык, а также и означает и то, и другое. Омовение тоже баптизма, никуда не денешься, омовение. Ну, и этого нет, вот сказать, и омовение... Причем, между прочим, есть фрески первых веков христианства, где изображено крещение, у меня есть фотографии четкие, там крещение обливания, это четко уже, тут ничего не поделось. Человек стоит, над ним держит так руку, и все. Ну, вот если бы сейчас спросить еврея, у нас все-таки крещение, это сама истина, обрезание прообраз, то они обрезать могут чуть-чуть, или как положено? Сказали бы, достаточно ножичком чешнуть, чуть-чуть, миллиметр задеть, сколько положено, так и делается. И они точно знают, вымеряют все. Правильно. Если мы будем подражать ветхозаветным иудеям, то мы вернемся опять в ветхий завет и будем цепляться за мелочный обряд. Зачем подражать этому? А дошло до чего? Сейчас мы ничему не подражаем, ни в чем нет строгости. Почему? У нас есть строгость, у нас есть строгость, чтобы свечки ставить, чтобы люди всегда найдут, чем заниматься, пустяками. Это найдут. Да. Главное, чтобы был жив дух. Дух. А форма, она проходит. Сегодня так, завтра так. Вот один нам пришел без Эпитрахиля не может служить, понесли. Эпитрахиль люди придумали, это не Бог дал. Понимаете, все это человеческое. А Господь дал свое рукоположение. Господь дал. А Эпитрахиль это знак. Может быть, может. Я могу вот здесь полотенце, смесить ее и надеяться. Но вот венчание когда проходит, тут уже никак не скажешь, что малые дети, взрослые, вы видите, оба неверующие, зачем венчаете? Ну, у меня таких не бывало. Ну, вовсе-то... Я всегда подходящий. Видите, знаете, это не прихожане, и ничего он не знает, и не думает быть здесь, и бывают живые жены у них, подвиг, подвиг, и он говорит так, что и не думает... Во-первых, у них есть там проверяем, там первый брат или какой. Во-вторых, при венчании, вот уже акт мужества, что вот эти люди, которые женились неравны, хотят все-таки повенчаться, понимаете, это тоже акт. У них смутная вера, и от них требовать многого нельзя. Мы тут стараемся им рассказать. Во-первых, они в этот день притчают, исповедуются. Какие-то начатки. И спрашивать можно с кого? Кому ты дал что-то? А эти люди ничего не получили. Как я могу спросить, мол, что ты знаешь? Скажут, ничего не знаю, учил в школе. Мне там говорили, там ерунду всякую. А почему нет оглашения? Я говорю, оглашение изведите, и никто не выходит, все стоят. Опять же, это только фраза, фраза. Ну, Варсеймыч, люди логичестивые, и, Варсеймыч, в нашем приходе это люди знают, и оглашение у нас есть, и они знают это правило. И не присутствуют. А неверующие совсем присутствуют? Не оглашенные могут, совсем даже никто, неверующие стоят. Тут есть, конечно, своя трудность, потому что воздух в ранней церкви, он учитывал, что все известные. Ну, скажем, мне тут известные в храме. Вот. А, отдохни, отдохни, отдохни. Ну, в большом храме, ну, возьмите, елох, вот, спрятан тысячи, и вот я с удовторажен, и у нас каждое воскресенье две литургии, и под две тысячи народа, заказы. Кого там увидишь? Вон оглашенный или оглашенный? Не поймешь, что. Там тьма тьмущая. Сейчас надо микрофон кричать. А вот почему они знают, что батюшка решил быть и председателем колхоза, и бригадиром, и все должности взять один на себя, что вы не привлекаете народ. Я скажу, допустим, в Таллине у баптистов, до 20 тысяч членов приход, и всех до единого знают, и членское собрание ни один посторонний не будет. Что же мы оказались ниже всяких сектантов? У нас не только члены, у нас, когда человек крестится, приходит, часто делает это потихоньку. Я сегодня как раз об этом намекнул, что нас, все-таки, за это не вешают, за сам факт. Однако мы боимся. Конечно, мы не можем заставлять людей идти на подвиг. подвиги, это то, что должно рождаться в душе у каждого, в собственном, так сказать, движении. Упадок налицо. Упадок. Но отчаяния мы не поддаем. Я уверен, что Господь не оставит браку. Теперь, когда вы исповедуете, приходят к вам прихожане. Примерно из ста человек сколько у вас недопущено до причастия? Приблизительно. За грех какой-то вы исповедуете, правило каноническое говорит, за прелюбодеяние 12-й пред Василий Великий говорит. Правило действует или нет? Сколько я знаю, все мертвы. Нет. Безусловно, недопущение к причастию существует. У нас и я не допускаю в определенных случаях. Но отлучение от причастия на такие долгие годы возможно было только в обществе, которое формально было христианское. Но здесь это значит человека просто выбросить из церкви навсегда. Он больше никогда не... Когда так задавали златоустство, говорят, и так строго, они уйдут к еретикам. Он говорит, пусть идут все, никто не держит. Как Христос сказал, не желаете ли вы уйти? Что сейчас одно название, вводящее в заблуждение других? Никакой строгости ни за что не отлучается. Не мы ли сами виновны в этом? Я, так сказать, ну имею право, что ли, и каждый священник решать здесь по своему усмотрению. Насколько времени никогда не допущен человек. Это дело духовника. Но мы все-таки это делаем, практикуем. Ну на годы отлучаете, хотя бы не на 18 лет, как вот так отлучаете, но хотя бы на 3 года отлучаете? Нет, это идет не больше, чем на несколько лет. Не больше. Но почему? Для кого тогда правила написаны эти? Почему книга на Маканон не действующая? Надо сказать, что я вообще в них не верю. Я считаю, что на Маканон устаревшая и вредная книга. Это мое личное убеждение, глубокое. Что его не продиктовал не Дух Святой, а средневековые христианские талмудисты. Это настоящий талмуд. Это, если его почитать, там с Евангелем ничего общего нет. Это как раз книжники и фарисеи враги Христовы составляли на Маканон и прочее. Когда вы говорите, это давайте вообразим. Вот здесь вы находитесь, Александр Мень. Здесь находятся святые отцы соборов и здесь Василий Великий, написавший 90, допустим, правил. Так, значит так, Григорий Богослов, призываю свидетелей. 381 год, Второй Вселенский собор. Григорий Богослов встает и говорит, что это зовут? Это просто стая галок. Я ухожу от сюда. И ушел. А что говорил блаженный Иероним про эти? Даже неудобно говорить? при дамах. Они очень резко отзывали. И о правилах, и о церковных соборах и собраниях различных. Очень резко. Тогда что же осталось у нас от соборов, если говорим веру во святую соборную и чтим правила? А это неправда. Никакой у нас нет соборной. Посмотрите греческий текст символа веры, вы увидите, там написано кафолика. Это значит веру во единую святую вселенскую и апостольскую церковную. не соборную. Соборный церковный славянский перевод выдуманный. Хорошо, теперь тогда речь поизообразовалась. Вам любой скажет, так сказать, ну, смотрите, просто обыкновенный. А в соборе речь зашла. Восьмой вселенский собор, о котором много говорят и некоторые со страхом, должен быть или нет? Ваше личное мнение. То есть, после чего должны все-таки прийти им их единение под виной главой, патриарха или папы. А они понимают, что вас сядет антихрист. Я не верю, что вас сядет антихрист, но думаю, что этот вселенский собор еще далеко, хотя ближе, чем раньше полагалось. Вот. Ему должна предшествовать работа по сближению христиан различных исповедований, чтобы они друг друга научились не ненавидеть, а понимать. Тогда можно садиться на собор, а пока друг другу плюет лицо, так какой тут собор? Это будет побоище. Тогда попутно об акуменизме, тоже кратко. Ваше мнение. Что это? Веление времени? Веление Христа. Да будут все едины и добудет единостат и один пастырь. Но ведь они не этим занимаются, а как раз общая нивелировка идет. Это ошибки техники, а суть правильная. Да хоть что по сути-то правильно, это в жизни-то как раз не притворяется. На местах батюшка исповедует, не ходил ли к сектантам, не посещал ли раскольников. Вот за это эпидемия тут сработает сразу. Священник имеет право не рекомендовать ходить к сектантам, того, кого он считает лично слабым в вере. Ну, лично. Я вам, например, некоторым не советую, а некоторым же, пожалуйста, иди. Это выбор. Вот. Что касается того, что дело хорошее делается вяло и плохо, они бы не скажут. Иди, мол, сделай лучше. Но они, может быть, будут по своим праву. Это не так все просто. Не так просто. Кто-то языком министу работает хорошо, кто-то работает плохо, где-то манилировка, а где-то нет. Вот. На самом деле католическая церковь ведет здесь работу правильную, по-моему, замечательную, никакой ненавидовки. Все перейдено на национальные языки. Каждый, 16 обряды же все разные. Вот. Теперь никто не имеет права служить по-латински. В Африке служат там на местных языках, там на Суахиле и так далее. Вот. Священник восточного обряда русского не имеет права служить по-славянски, по-русски, по-французски. Вот. Ликвидированы пышные облачения, попоны все эти. Все очень простые белые облачения, скромные престолы, простые чаши. Так вот, вначале говорите вообще про это. Теперь посмотрите на наши архиерейские служения, когда часами раздевает и одевает. Так кому мы служим в данном случае? У нас есть священник, отец Сергий Животков, который написал об этом целую книжку и пустил ее по народу. Вот. В ней высказано мнение, которое разделяют все. И, так сказать, архиерей серьезные, они стараются от этой мишуры избавиться. Я думаю, что избавятся скоро. Но сказали во разных языках, что то, что так все-таки более подвижно стало католичество. Но что же с православием? Почему оно так застыло на одном месте? Даже нас, русских, лишает родного языка. Дорогой друг, вы спрашиваете, как будто бы мы с вами находимся на разных полюсах. Мы в одной церкви. Мы видим, что она стоит на месте. Состыла, действительно. Состыла. Вот. Что можно сделать? Ну, каждый должен сделать, вы на своем, я на своем. Как-то качать. Ну, хорошо. Как качать, если вы мирянам не даете даже права сказать у дверей ничего? Полностью берете на себя и сами ничего, говорит, не делаете. Взяли ключ разумения. Батюшка ревностным оком смотрит у двери, не зашевелился ли кто, не говорит ли мне ключи, и он гремит оттуда от алтаря ими. Никому нигде нельзя сказать. О Христе, я говорю, только о Христе. Мы пробовали так. Открываем газету «Известия» в церковной ограде. Батюшка прошел, ни слова не говорит. Открыли Евангелие, сидим читаем своим прихожанам, сразу подходят, закройте, мало ли тут увидят, церковь закроют. Правильно. Он боится понятно чего. Когда извести читаешь, бояться нечего. Все ясно. Все ясно. Хорошо, но батюшки эти, как правило, прошли через семинарии и академию, и сразу возникает вопрос. То, что сейчас там преподается и какие они выходят, то практически нужны эти семинарии и академии или нет? Не очень. Иногда и вредны даже. Но тот, кто захочет действительно служить Богу, может извлечь пользу. Лично вы рассматриваете сегодняшнее православие, вот как оно есть. Идет на улучшение. Ну, просто интервью, настоящий. Это нет телевизора. Так. Считаете, по вашему мнению, все-таки вы не в углу где-то спрятались, стоите на виду. Почти в углу, дорогой. Но все-таки чувствуете, у вас должен индикатор этот работать. Все-таки идет на возвышение, стоит на месте или ниже с каждым годом идет. Я имею в виду духовная наша нравственность, желание прихода Царствия Божия. Значит, вот как я вижу, что христианская среда, около христианская среда, и вообще люди, вот в Москве, в Москве, в области, в больших городах, я не буду брать другие районы, буду брать то, что я вижу чаще всего. Вот. Это огромная нива, и жатвы много, и люди готовы. Вот. Но наша церковная система очень плохо работает. Более того, она вообще не годится. Никуда. Вот что вы о том говорите сейчас, о чем уже снизу начинает говорить. Но ведь нужны руководители. Хорошо, вы вот пишете, многие пишут, ох, сколько книжных червей сейчас, прямо столько знаний, книг много писать, конца игр не будет. Я вам сейчас скажу, что для того, чтобы дать какие-то решения, надо серьезно подумать. Скорополительные реформы, это тоже плохо. И я к многим выводам, сейчас могу вам кратко говорить, а я годами думал над всем. Писал и думал, читал и думал, говорил и думал. Понимаете, надо же ведь не так просто здорово живешь, и все. Надо все это и так подумать. Эти говорят так, эти так. Для этого нужно время, чтобы, и может быть, я уже буду совсем седой, тогда я какие-то еще более ясные решения нужно обдумывать. Я задаю вам вопросы, после этих вопросов, Бог знает, может быть, кое-что и в вашей судьбе наступит изменение. Мы, многие люди, ищем таких пасторей, которые понимали бы истинное положение сегодня и были готовы к большему, нежели у них есть сегодня. Ведь кто-то должен это взять на себя, кто-то должен стать и во главе. Но я слишком такая одиозная персона, это так сказать, ну, и так уже на мне ярлыки всякие висят. Каких только нет. Все ярлыки, я как чемоданы за границей приехавшие. Вот так, весь обклеен. Вот. Это специально, враги специально на меня всякие вешают, чтобы парализовать мою деятельность. Не могут так, как-то они вот привитой. Но вы сами-то рассматриваете это положение. Понимаете, с чего оно должно все-таки тронуться? В этом состоянии нельзя. В этом уже не литургически, а литургически, литургически сказать, сон. Да. Я все знаю. Я это все знаю. Я жду просто, когда Господь пошлет людей для того, чтобы поднять и пробудить. Но если это при вашей бои жизни и в самое близкое время, на какой стороне окажетесь, вы уже задумывались? Я всегда там, где дело Божие. Ну и все консерваторы тоже так понимают, душа все, что ведет к жизни, они тоже думают, это дело Божие. И подкладывая даже вязанку на костер густ, она тоже думала, старец и цвета. Но это все-таки она же думала неправильно. И достаточно заглянуть Евангелие, чтобы понять, что она думала неправильно. И дело Божие заключается не в том, чтобы гноить святыню где-то, а в том, чтобы она в жизнь входила. Так что, когда они говорят, что это дело Божие, они просто врут. Это не соответствует действительно. Не соответствует Слову Христову, не соответствует. Ну как не крутись? Вот. Ну вообще все нарушили давно. Христос дал для церкви всего 5-6 заповедей, только для церкви, чтобы никого не называть владыками, так, не будет услышать, отцами, чтобы не было ни пиарностью там, и так далее. Вот. Мы как назло, просто, как нарочно отцами назывались, владыки, как будто в насмешку все это приятно. Попробуй не назови, нет тяжкого боли и греха. Не почтил, руку не поцеловал. Вот так и приятно. Я могу целовать ему хоть ухо, но чтобы все было нормально. Но, видите, вот такое положение вещей. Но, поэтому, Бог и послан на нас Хрущева. Думаете, что это случайно было? Нет. Да будем думать, что не последний. Потому что не опомнились от того, ничего не поняли, не нужно было убрано. Да. Ну что, ну, Бог еще да что-то. Пока мы не дочухаем. История церкви зараблена. Это таинственная история. И она требует от людей чего-то серьезного. Вот. Большинство понимает церковь просто привратно. Они думают, что такое теплое местечко вроде тихий пристани. Куда можно прийти после работы раз в неделю душой отдохнуть, прищурившись на лампадку посмотреть, послушать пение хорошее, репертуар у нас такое слово. Регент, репертуар, там, то-то все. Попелить как хорошо. И когда он начинает говорить о церковной жизни, люди прилично начинают говорить, как пелят, как пелят. Значит, Господь Иисус пришел на землю, чтобы люди занимались вокалом, так сказать, чтобы новый вид пения. Как будто бы язычники почитайте историю музыки, как пели древние египтяне и там и прочее. Они пели не хуже, не надо было для этого Бога воплощаться на земле, чтобы нас в новый пение поел. Но не отсюда ли слово о спевании? Я как раз вопрос такой поставил. Вот вы отправляете людей, берете за это деньги, ну, я имею в вашем лице, ко всему священному обращаюсь. Не думаете ли вы, что вы здесь играете роль самых страшных обманщиков, какие есть на земле? Что по закону Божьему вас всех нужно повесить перед солнцем? Да, желательно. Но, во всяком случае, я стремлюсь к тому, чтобы это не было. Для нас отфевание это особая форма миссионерства. Илья Венедович, каждый раз к покойнику приходят люди, которые никогда не бывают целью. И каждый раз я обращаюсь к ним со словом. И после этого, когда идут они на поминки, они только говорят о том, что сказал им там священник. Я говорю, в расчете на эту публику. Значит, прекрасно можно это использовать. Можно. Но, если выкинуть такие слова, что тебе царство небесное и называть его рабом, если вот это выкинуть, иначе все, даже при вашей миссионерской наклонности, вы будете лжецом здесь. Он одного дня не был рабом. Вот суть-то в чем. Я опускаю некоторые прошения, которые не соответствуют. Например, чтобы, знаете, где касается, что он должен попиваться, если святы, если я знаю, что это человек. Хотя мне говорят, о, пропустили. Я все равно пропускаю, потому что, что же его со святыми, когда он... Да, но его даже милиция давно отреклась уже. О, да. Конечно, это есть. Это есть. Так. Или вот, понимаете, это авгиво конюшнень, это надо все чистить, вот, но, да, это должен быть везде призванный. Мы называем так, что слово завтра, дьявол, слово сегодня, это Бог. Ныне, Господь говорит, когда услышите, неожесточите сердце вашего. Ну, о чем же нам говорить? Почему у вас сейчас нет прохода о возрождении? Что сам, вот это, скрепенство неправильно. Сейчас отвечу сразу. Полный перерегистрацию наш артист. Потому что у нас наиболее активные пастыри отдали себя в политической борьбе. Они не поняли, в чем злоба дня и начали бороться против тех, кто притеснял церковь, внешне. И за это пошли в тюрьму и лишились мест и оказались сломленными и так далее. Это лучшие были. Вот, я их умолял, чтобы они прекратили делать, потому что, я говорю, что у нас болезнь внутри, а то, что немножко прижимает, это нам полезно даже. И они пошли и сгорели на этом. Сгорели ни за что, я считаю. Потому что защищать права это должны заниматься демократы, это их дела. Какие у нас права? У нас одно право свидетельствовать и страдать. Вот. А мы сами-то ничего не стоим. Меня спросили на допросе по делу отца Дмитрия Дудкова. Считаете ли вы, что церковь должна критиковать действия государства? Я сказал, что меня интересует церковная самокритика больше. Меня интересуют наши церковные дела гораздо больше. Это я говорил совершенно искренне. Но вы не будете тогда говорить, что день памяти митрополиту Филиппу церковь неправильно празднует. И то, что сделал Амбросий медиаланский тогда так. Сказать, что если я так понимаю или не хватает мужества? Я, значит, в своей церкви, которую расписывал, где служил раньше, я у порога две иконы поставил Филиппу, и он в России. Специально написал, заказал. Знак того, что это было свидетельство правильное. Но это было свидетельство церкви, которая себя что-то представляла. Выше отец не спешил, а Златоуст говорит, подражание ему. Да, но все-таки Ян Златоуст важен нам не тем, что он поносил императрицу, бог что мне, а то, что он критиковал церковные жизни. Ах! Вот. О живущих девственницами там, как он это написал, про лифчики, которые под ремешком с митром висят, это все же как он здорово писал. Он был большой, ну, конечно, он был патриарх, посетитель, вот. Но главная наша забота это внутренняя. Но все-таки когда коснулось внутренней, теперь раз вот, я думал, это больная для вас тема, но вы, я вижу, смело ее коснулись. Я знаю пастыря, и таких церковных деятелей, которые геройские, трижды герои, а не против мирской власти. Да. Но когда касается церковной власти, как бы его от алтаря не отстранили, то здесь он делается самым презренным трусом. Почему? Не знаю, я таких не видел. даже вот на его глазах что угодно делает, дело Божье распинается, он ни единого слова не может сказать вышестоящему и даже своему сопасту. В общем, Бог допустил, надо смиряться. Хотя... это неправильно. Твоё мнение можно высказать и должен. Ну, я-то лично к вам этот вопрос задам уже. Лично вы сильно держитесь за своё место, если вас отстранять, вы не будете завтра священником, придётся вам взять, может быть, ну, какая специальность у вас, молоток, кирку в руки? Или всё-таки пошли бы на какие-то уступки, на компромиссы, лишь бы только быть у алтаря? Нет. Смотря какие уступки, это уже вопрос... Ну, отец Дмитрий Дудков говорит, я всё сделал для того, чтобы только не отречься от веры и остаться у алтаря. На это я ему сказал, он мой духовный отец, что очень неизвестно ещё, где мы полезнее и нужнее для Бога, под алтарём, где душа его пьет, или у алтаря. Его ошибка была раньше. Я ведь его знаю очень давно. Слово сказать, сегодня мы будем встречаться, и вчера был, он вам передаёт поклон, приветствие и приглашение на сегодняшнюю беседу. Мне сегодня люди дома ждут. То есть не приглашение, а сказать, как вы отреагируете на это и тогда уже в какое время? Ну, я к нему приеду. То есть самое лучшее у него к вам отношение и желание видите? А вы хотите съездить, да? Да давно уже все собирать. Я ведь... Я же хорошо знаю. Ну, мы сегодня как раз там будем... Загадать ему привет. Я его студентам ведь ещё знал. Но в чём же его ошибка была и когда? А в этом заключалась ошибка, что он в своих проповедях стал постепенно, незаметно изображать всё в чёрно-белом. Вот безбожники-чёрненькие, а мы все беленькие. И вот у нас, бедных, вот тиранец, вот дайте нам волю, мы покажем. Ну, покажем. Что мы покажем? Гора родила мышь. Ничего мы не покажем. Это ещё Бог милости, что нас не выпускает. Вот. А вот сейчас собери там у нас духовенство в телевизор, что они скажут о вере. Они такое налавят там, что лучше бы закрыть всё это. Понимаете? Мы ничего не готовы, не способны. И поэтому я считаю, что он напрасно задевал их. Вот. Мы не имеем права. Кроме того, он выступал в защите совести, свободу совести. Так? Для этого церковь должна принести сначала публичное покаяние в том, что она притесняла свободу совести в течение веков, и потом уже говорить у кого-то есть там сучок в глазу. И сегодня должен патриарх выйти перед народом, как ездоро, и принести всеобщее покаяние в том, что сам не сделал. Зато казнили там еретиков, преследили накомыслящих. И тогда верующий мог сказать, да, вот мы покаялись, и теперь мы призываем всех остальных. А это получается так, что один дикарь, вот миссионер его спросил, ну что такое добро? Он говорит, это когда я украду корову. Это добро. А зло, говорит, здесь у меня украдут корову. Получается так, значит, что когда церковники не давали хода людям, это было добро. Когда, значит, церковников прижали, это зло. Ну что же это такое? Так вот с церковными-то властями, оказывается, труднее бороться за фильм старосты двадцатки, когда батюшке все отдали добровольно. Не так добровольно все. мог бы сказать. О возрождении. То есть, то самое, с чего начинали проповедовать все апостолы, все пророки, говорить, главное сейчас одно, вот не грешите. То есть, вы говорите проповеди к людям, предполагая, что перед вами возрожденные, стоят христиане. Забывая, что здесь стоят те, которые самые дурных, язычники. Почему нет проповедей о возрождении, о благодати, о пролитой крови Христа? Не так просто, как лекцию прочитал плохой лектора. Не пора ли заняться чем-то другим, как и Артейский говорит, если не ставим главной целью перед собой спасение грешников? А вот здесь вы причастите. Если бы вы посмотрели учебники наши про проповеди, семинары, вы поняли, почему такие проповеди? Там ничего про это не говорили. Я нахожу ответ такой, что начинать с пастыря, они сами невозрожденные и случайно. Ну, конечно, они там все. Вот маленький такой вопросик. Я увидел, что курят здесь, в этом доме, а вы здесь не случайно, вроде человек вас уже принимает, как вы на это христианство поступали. Как смотрите на курио? Равнодушно. То есть, что он губит себя, умирает? Нет, ну, кто, кому это опасно, я решительно против. Врачи говорят, всем опасно это. Ну, всем опасно. Вино опасно, и чай, и чай тоже можно. Это полезно, она спасает. Вот врач говорит, вы допускаете до причастия курящих? Да, ну, конечно, не в этот день, разумеется. Ну, после причастия, если закурит, тогда уже ничего. Нет. В этот день они не должны курить из благоговения. А на другой день уже может курить? Я так думаю. Ну, такого у нас правила нет, нигде она не написана. А международный журнал написал, журнал здоровья, специально поставил тему курения, рак. Да, да, я читал это. Считал. Но, тем не менее, царковного правила такого нет. А вот епископ Иннокентий применял этот грех равнозначно, как Содомский. Настолько же он противоестественен, под одно правило подгонял. Я думаю, что он не прав. Я знал очень многих приличных вполне людей, которые курили, ничего, всю жизнь жили и умерли старше нас. Мы не доживем таких лет. Я знал одного курящего врача, психиатра, который умер за 80-х, он был. Да. Конечно, это вредная привычка, что тут говорить. Так, на внешнее смотрите, как вот, что бреют бороду, подбревают пастыри и прихожане. Это ничего не значит? Или все-таки о всем-то говорит о внутреннем? Я считаю, священник может носить бороду, может не носить. Конечно, все-таки принято у нас на фиксерах. Но главное, чтобы было видно, что он священник. Если он не носит бороды, он должен носить какие-то знаки на себе. Или ходить в ряду, или носить крест, или какие-то... Есть воротнички, чтобы было видно, что он не из стыда и страха, а просто из-за богства. Значит, вы не считаете, что какой-то это грех, а что человек малодушистый носит бороду, искажает образ данный мужчине от Бога, подделывается под женщину, как протокоп Аватум говорил, блудодейный образ? Ну, я думаю, что это, конечно, крайность, потому что нам нигде в Писании об этом не сказано. Очень сказано, сразу смотрите здесь. Потому что Давид не пустил полубритых, даже пока в Верихоне не отсидят. Я думаю, что правила, которые были за тысячи лет до Христа, нам не указали. Вот, это был Давид, это было все еврейские обычаи, там они носили, вот и эти тоже, что ж, вам тоже носить. Это обычаи меняются. Теперь каждый хиппи, каждый, там, шпана носит, бороды, длинные волосы. Из-за этого ничего не значит. Это теперь не отличишь, что батюшка, что какой-нибудь прохиндей. Это не обязательно. Почему правила не действуют? Взять старые иконы. Все святители стриглись коротко. Все. На всех иконах они всегда были очень короткие. Возьмите, Николай Угодник, Ян Златоуст, Василий Великий, все коротко стриглили. Так что это уже не обязательно отпускать грязные, как индусские эти самые, где-то не сходить. О свободе духа хотелось спросить. Как вы понимаете? Ну, золотой человек. Все взрывы. Ну, хорошо. Ах ты, Ваше. Я ведь не такой же универсальный человек, чтобы на все... Мне хочется поближе узнать вас, где и как это тепло нам будет. Да. О свободе духа. Почему мы не даем духу Божьему раскрыться в нас во всей полноте, а что нам даст Бог? Раскрыть таланты. Вот это главная меня тема интересует. Страх перед тем, кто выше тебя, церковный начальник, мирской или где. То есть, когда Бог побуждает тебя сделать, сказать, мы все пятимся с ужимками, заискиваемся в глаза, заглядываем друг к другу. Как бы кому-то не повредить, а в первую очередь себе не повредить. Слишком все хорошо и тепло вокруг. Как из этого состояния нам выйти? Ну, во-первых, вокруг не так хорошо, не так тепло, дорогой мой. Вокруг и холодно, и часто бывает довольно плохо. Во-вторых, свобода духа, это не значит, что ты должен, как танк, давить свои мнения на всех. Свобода духа это в том, чтобы уметь выслушать и чужое мнение. Я знаю, что есть разные точки зрения, я их с удовольствием выслушаю, и я не обязательно абсолютно считаю себя правым во всех вещах. Может быть, я где-то ошибаюсь. То, что я уже твердо знаю верой и сердцем, и умом, это одно дело. Но ведь это же не все, некоторые вещи. Под вопросом. В порном свобода, как я уже говорил, Блажен Августин учил, в главном единстве, в порном свобода, во всем любовь. Это не Тартулян, сказал Кирилл? Блажен Августин. Сравнно, все раз он приписывал. Не Августин, это точно. Точно. Не от Тартуляна он взял это? Нет. Нет. Ну, вам лучше знать. Я только считал, а... Ну, в общем, это слово хороший. Очень даже. Так вот я еще об этой свободе духа хочу сказать. Это спросить вас. Вот как вы понимаете, чтобы ваши прихожане не оказались закопанными талантами, ну и, конечно, вы в первую очередь. То, что вы делаете, вы чувствуете на это призвание, а никогда, или, может быть, думали, что другое вам верено, о чем мы говорили. Начать все-таки вот то, что делается, перетряску. И, может быть, именно вам. Ну, мне Бог говорит все достаточно ясно. У меня здесь нет ни малейших сомнений. Уж тут-то все ясно. Так, а вот вы думаете о дальнейшем, что будет такое гонение, церковь, в конце концов, ну, должен антихрист вас тянет. А сейчас все идет в подполье, как это будет? Мои родители уже были в подпольной церкви, для меня это не новое. Я сам был крещён в подпольной церкви. Так, а как кадры будут? Сейчас уже готовить или завтра? Насчёт антихрист я не верю. Я думаю, что это будет точно не скоро. Правда, мы никто не знаем ни дня, ни часа, ни времён, ни сроков. Но я думаю, что ещё много наворотится на земле всякого хорошего и плохого. Этот вопрос у меня отпадает. Я хотел спросить о 2000-м годе вас. Вы понимаете события, что они продлятся и дальше? Это хронологию придумывают люди. У других народов это будет не 2000-м год, а ещё это люди всё придумывают. Нет, это примерно, я говорю. Да, нет, нет, я считаю, вот есть моё мнение. Конечно, есть люди, которые, может быть, знают другое. Господь скрыл это от людей, тайну конца. Сам Он, будучи человеком на земле, тоже её не знал. Даже ангела не знает, только отец. Так. Ну, что мы можем только сказать, что если история конца сейчас, будет довольно странной. Я думаю, что она ещё долго прожрится. Со всякими брюкзагами. Но для Бога это минута всё. Вы верите, что будет атомная термоядерная война или закончится и иначе? По вашему мнению, как вы читаете, много исследовательской литературы. Возможно, но она, наверное, не погубит весь род человеческий. Продолжится история всё равно. Людей истребить не так просто. Хитрый человек. Его не выковыришь. Ну, согласно откровению, книгу Апокалипсису полностью признаете? Да, конечно. Но так и должно быть? Ну, это неизвестно, будет ли это сейчас. А потом, вспомнил Иону Пророка, о котором мы начали. Помните, что там он говорил, через три дня Немерия погибнет. Она взяла не погибла, потому что Бог изменил своё решение. Но всё равно она погибла, как Тавица сказал, говорит, всё равно Бог погибнет, поэтому ты, сын, выйди из неё. Ну, это уже было потом, но через три дня она не погибла. Но зависело от покаяния, нужно сказать. А может покаяться род человеческий, ведь не все же такие твёрдокаменные. Не похоже, что-то особенно сегодня. Кто знает, кто знает, это же история, это живые люди. Шанс всегда остаётся человеку. Нельзя сказать, что Бог всё запрограммировал жёстко на катастрофу, что вот уже выхода нет, что мы всё равно все пропадём. Когда к вам приходят сектанты, вы как их принимаете в лоно православие? Живобью. Никого не принимаем. Я считаю, что каждый должен оставаться там, где он есть. Но у них нет же и таинств. Нет истинно рукоположённого священства. Господь разберётся с ними сам. Вот. Но у меня не было случаев. Ну да, но при таком настрое и быть не может, вот если вам всё равно, где они находятся. Нет, ну просто у меня не было случаев. Я противник, когда люди переходят. Но если вы знаете, что нет у них таинства, то никто не ест плоти, сына, человек, кто не пьёт крови, то какое там спасение может быть? Спасение властьен Бог, он сам знает. Я никого не хочу переманивать и рекламировать, что вот у нас лучше приходить. Значит, тогда если от вас ваши прихожане уходят, вы сильно-то волноваться не будете? Нет, я этим очень огорчён бываю. Ну тогда я пойму, что эта финансовая сторона уже интересна. Нет, нет, нет. Это подрыв духа братства. При экуменизме возможно только отсутствие прозелитизма, чтобы не заманивать друг друга. Мы можем знакомиться, общаться друг с другом, друг другу помогать, учиться, но каждый сохраняет свои действия. Если начнём переманить, всё пропало. Нет, не переманить, открывать истину. Вы же пишите для того, чтобы открыть истину. И когда мы им говорим, они это видят, вот у нас есть случай, переходят оттуда. У них есть частичная истина. Ужас, как отец Дмитрий говорит, ужас взгляда на истину. Но у нас-то и тоже мы только что про наши дела говорили, мы видим, что у нас... Мы о догматике вообще говорим. А у нас, кстати, у нас и в догматику проникает тоже это. Когда говорят о том, что церкви не надо её трогать, ничего, это же уже догма о церкви нарушается. У нас, мы, если бы мы были в церкви, мы сказали, учитесь, как мы, у нас тоже нет такого права. Мне даже стыдно людей звать православие, потому что что же я их позову? Вот это же у нас подписанная беседа, говорит, мы убедились, истинно у вас, но покажите нам один приход, чтобы мы могли взглянуть и сказать, вам и Бог. Мы опускаем глаза и ничего не можем сказать. Правильно, поэтому я не хочу никого переманивать, потому что ответственность на душу брать не хочу. Вот новые на Западе канонизированы святые. Такой вопрос. Вам известно, примерно, какие названы уже мученики, канонизированы, царское семейство. Лично вы признаёте их за святых? Не о которых нужно молиться, а уже о которых можно хотя бы в стойниках души сказать, молите Бога о нас. На Западе канонизировали Максимиана Кольда, который умер в лагере за другого человека. Я этого признаю святым. Теперь, что касается тех, кто умерли за Христа в 20-е годы и прочее, их даже не надо признавать, они автоматически становятся мученики. Их и канонизировать не надо, это глупость одна. Мученик канонизируется своей смертью. Сама смерть его за веру канонизирует. Что касается царской семьи, то хотя император был, как говорят документы, человеком порядок он вполне, но тогда столько погибало политических людей, столько погибало белых, красных, царских, не царских, за что и канонизировать? Это непонятно. Непонятно. Столыпина тоже убили, очень был порядок. Что же мы икону сделаем Столыпину, он был православный человек, и Россию хотел пользоваться. Сделаем икону Столыпину и будем ему молиться? Не понимаем. А Ян Кронштадтский? Ян Кронштадтский был, безусловно, чудотворец. Моя прабабушка была им исцелена. Я это знаю, наверное, дожила до меня. И человек, безусловно, высокого духа. Я думаю, что я до канонизации всегда его призывал. Ну, а то в личном порядке часто вопрос задают. Хотелось спросить, вот сейчас призывает человека в армию клятву, это одновременно и клятва сама притяга. Если к вам обращаются с таким вопросом, вы что-нибудь отвечаете или говорите? Как ваше совесть подскажет? Я гражданскую клятву не признаю священной клятвой. Это является лишь торжественным обещанием члена данного общества, данного государства защищать свое дечество. Я сам такую притягу приносил и даже с бородой при этом был. И у меня фотография со стоматом в один дел. Я приносил без малейшего колебания, потому что я, если нужно, буду защищать. А почему Василий Великий, Григорий Богатов, Ян Заталус категорически против какой-либо клятвы? Эти клятвы тогда были священными клятвами. Нет, друг другу просто. Говорит, мясо продает кусок и он клянется. Я тебе клянусь, это значит, я погибну, если... В общем, это было священное такое, призывание Бога. Но это же то, что уже в неверующем мире там ничего такого священно быть не может. Это просто торжественное обещание. Вот сейчас рассуждает еще такой вопрос, что я не по Писанию, это буква убивает, дух животворит. Священники любят это говорить. А я интуицией, я чувствую, что надо так поступать, и вот это основной критерий его поступков. Я так чувствую. Если противоречить Писанию, это неверно. Писание все-таки сказано, что только надо понять, о чем там говорит. Это мало, что она взбредит в голову. Значит, вы своих прихожан так учите, чтобы они все-таки жизнь свою сравнили по Писанию. Ну, как же начать? Как? Учу или нет? Свидетель, какой должен быть, а то я все скажу. Да, ну, а когда вы встречаетесь со своими сопастерями, там, друзьями, там, товарищами, то на чем вот ваша, как у пастырей, дружба строится? Ну, на общий интерес. На общий интерес. Это как видите, что в некоторых местах вы понимаете, надо, не время надо, не мне дано. Нет, мы думаем об этом во всем, вынашиваем эти идеи. Это все непросто. И вы тоже не в один день ко всему пришли. Для этого требуется время и общение. И, вы знаете, когда были перемены в церкви, какие-то, обновления какие-то, оно тоже было не с бухты-барахты, оно подготавливается иногда десятками, иногда даже сотнями лет. Подготовка нужна. нужна. И мы сейчас готовим кучу для будущего. Сеем семена. У вас все-таки идет разговор, что должно это начаться сверху или снизу? И сверху, и снизу. Только то, что будет сверху без низа, это пустое. То, что будет снизу, а сверху выдавить, это может никогда не получиться. Надо, чтобы охватывало всю цель. Хорошо. Понимали, от епископа до рядового прихожая. Вот вы дали ответ самый такой, который я ожидал услышать, положительный. Ну, а как же теперь с вами иметь общение, если пастырь одной отбарабанил, как его учат, ты поскорее другими дверями архипастырь научает и домой, чтобы тебя никто не остановил, а то дядя уполномоченный тебя увидит с пастой. Как же с вами разговаривать, когда с вами сияжку чая нельзя нигде выпить даже? В траве повалять? Ну, пробуем как-то. Вот пришли в избу и сидим. Ну, так это такая редкость для нас, что заодно это вас уже полюбить надо. Да. Ну, что делать? Ну, вы между собой разговариваете, скажите, ведь мы на Олимп забрались, мы чужие народы, народ нас не понимает, мы перекликаемся с диаконом, открываем двери, закрываем, что-то бегаем, суетимся, хор о чем-то говорит, а прихожане бегают здесь по стенам, ходят, ставят свое. Так что это у нас за церковь. Один говорит, если бы зашел апостол Павел, то первый вопрос бы постоял, задал, какой веры эти люди? Да, верно, 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 вот, но, это очень далеко зашло дело. Я вам скажу так, люди стали строить дом для своего господина, то мы забыли, да что строить? Здесь строят, здесь строят, а там-то, зачем мы строим? И нагромоздили, непонятно, зачем? Забыли цель. Так, все, последний тогда вопрос к этому, я его ставил не подвесить. Вы должны убежать, Сейчас, батюшка, покушусь на кого. А, относительно авторитета, почему священники не боятся Бога и вместо Бога себя поставили? Что именно поклонение, их слово авторитет, не ссылки на священное писание, они не могут никак понять, что на авторитете это как раз и будет антихрист, патанасство строить? Боюсь, что это просто выдумка, которую переняли у монахов. Монахи ведь дают послушание своим духовным чадам, и его надо выполнять в любом случае. Это уже условие такое, монахская жизнь. Вот тебе говорит, твой духовник, царь, делай так. И ты хоть разбейся делай, но это в монахской жизни, и там уже принято как условие. А в нашей жизни вне монастыря священники имеют право только советоваться. Если он говорит что-то, вот если я говорю так, то значит, я говорю на основании Слова Божьего. Я говорю из того, что приходится все время на моем хребте эти борозы проводить. Вот он приходит, человек, и спрашивает, как? Я открываю место Писания, показываю, какой святой отец говорил, но ей не подходит никак. Она идет к батюшке, и батюшка разрешает совсем по-другому. И теперь она натравливает нас, вот эта ситуация, и священник, ага, Игнатий идет против священства. Ну, естественно, против... Что это такое? Получается, для нас самые большие враги получаются в церкви, именно священники. В католической церкви, там, когда придешь священник спросит, он даст ответ. Пойдешь в другом, тот же ответ. Все дадут один и тот же ответ. Там нет этого наголоса. Ну, что, значит, они смогли. Значит, к этому юридизму должны мы, наверное, подходить? У нас тоже должна быть школа, которая дает основу на писании и на традиции церкви, чтобы люди все имели, чтобы не выдумывали от себя. Вот. Но, опять-таки, когда это будет... Ну, простите, я сейчас беспокоился такое. Сердечно благодарим вас. Нет, ну, это вопрос такие очень сложные. Видите, я вам отвечал достаточно откровенно. Вот спрашивает брат, вопрос, задай сам его. Вернемся, вот, курение, глядзи. Есть такое мнение, что в акте курения существует мистический подтекст, то есть курение, как действие языческое, призывавшее бесов для поклонения им, оно и сейчас так является. И курять его... А на каком основе? То есть, когда вы на каком основе? Откуда курение пришло? От американских индейцев, от их ритуала. От МИДу пришел? Пришли другие вещи. Откуда мы взяли чай? Чай тоже был ритуальным. Кофе тоже был ритуальным. Тоже, кстати, пришло из Америки. Есть растения, которые являются человеком не пищей, а возбуждающим средством. Это табак, чай, кофе, какао и вино. Водка, например. Спирт. Ну, люди пьют водку. Это же не пища. Хорошо. Что сделать, что мы отказались от всего этого? Это другой, человек имеет право... Да. Знаете, он... Садитесь, садитесь. Да, я говорю, что придут сектанты, станут православными в моем же доме. И чуть-чуть, и меня начинает... У тебя многие заблуждения, ты сектант на меня. Один человек называл детские болезни ливизны. Угу. Ну, это человек знал, что говорил. Понимаете, мне все из католической послушать. Он хочет быть святей самого папы. Да, притом, все до единого. Вот такие были рьяные приверженцы сектантства. И когда они приходят, ну, я для них... Кем бы они... Я теперь ни был, но начатком являюсь. В любом смысле. То есть, здесь они услышали. И только одно обвинение во всем, что вот это я, как у меня сектантское... Но я и не скрываю это. В самом деле, я сторонник русского языка и не привязан так, что без иконы некуда помолиться. То есть, у меня иконы есть, они и должны у меня быть, но я не считаю, что без иконы Бог перестал существовать. Если все иконы сгорят в мире, молиться от этого не прекратится. Апостолы молились лучше нас, однако у них не было икон, правда? Я забыл один вопрос задать теперь уже поздно. Об эволюции. Сторонник ли вы? да, сразу говорю. И тут вы меня не забьете. Ага. Но это отдельная тема, не буду трогать, чтобы я... Я не сторонник, а ревнитель эволюции. Ревнитель. Ну, я думаю, вы говорите о духовной эволюции. Нет. И эволюции земли, природы. Дарвини. Нет, в общем, дарвинизм это один из вариантов. А вовремя духовная лучше, наверное, говорить не об эволюции, а об ускорении. Если вы имеете в виду природу... Да, человека, творение человека, разовый акт это, или все-таки от обезьяны поднимался потихоньку он? Безусловно, поднимался, а разовым актом было внедрение ему бессмертной души. На каком это основании? Вы сказали, докажите мне, я покажу, что питание, говорит, вздунул дыхание. Вот тот момент, когда он вздунул, вот это и было в творении человека. А вот перс земной, прах земной, это было развитие. Это у вас по откровению какому, или по научению от кого-то? О, это очень долго говорить. Это и научение, и откровение, и все, что хотите. Это особый разговор. Здесь я абсолютно убежден. А верите ли, что после смерти будет ад и вечное мучение, и безвыходное, и не кончаемое? Более того, верю, что уже до смерти еще бывает. Но того огня нету. Именно в мистическом рассуждении за темы. Ну, огонь не такой физический. Ну, мы не знаем, какой он будет. Но главное, что богач мучается, и вот такой, говорит, дым во веки веков, и что там может совесть мучить, и снаружи, это мы не знаем. Но во всяком случае в бессмертии души верите и в мучения? Абсолютно верю. Слава Богу. Дальше, остальное все мнение важно для меня. Да. Рай, яд. Уже предчувствия есть. Когда человек молится, он по-настоящему, он предчувствует рай. А когда он в грехе, он предчувствует ад. А когда вот так собирают, то у вас близкий кружок, это уже частное дело. Да. Вы допускаете, чтобы была бутылочка на столе, купленная в магазине? Когда собираются для дела Божия, нет. А если справляют именинных, мы вспоминаем, что Христос всегда, его даже называли яд с именопийцей. Я не любитель пить, но разрешаю вполне, кто может. А кто не умеет пить, лучше, кто мне нравится. А если у вас прихожанин напился, вы знаете, это зависит от человека, это всегда надо решать. Вы решили раз, проходит это время, и он снова впал. Ну, в общем, это недопустимо все-таки. Это недопустимо. К счастью, у нас это не очень. А если вы будете знать, что у него начало будет вот от этого маленькой, что на столе впервые это на перстах выпил? Надо уметь пить. Все надо делать с умом. Но в виде о том, что весь народ запился, не лучше ли сказать, давайте все-таки не будем пить. И так, видим, мир погибает. Да, но это все-таки слабость. Надо уметь и вычесть, и быть на человеческом уровне. А если у всех нас все сговорились на таком? Тогда совсем нельзя пить. Тогда совсем. По-славянски. Дайте всех. Наташенька, принеси всех молитвослов. Ну, разрешите. Пожалуйста, переводи. Вот. Царь небесный. Царь небесный. Да. Утешительный. Дух истины. Да. Который всюду присутствует. Который собой все наполняет. Без исполкований. Сокровище всякого блага. Да. И податель жизни. Прийди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверности. Благи. И спаси души наши. Так. Значит, почему царь небесный утешитель в идух истины? Царь небесный. Почему не Христос утешитель? Вот. Потому что Христос, говорит, я телом возношусь на небо, а тело это, что взятое из земли первое, как Зоцалус говорит, начаток. И отец видит, что человечество теперь примирено с Отцом небесным, жертва принесена за все греки. И я вас в скорбях не оставлю. Придет иной, говорит, Дух утешитель, Параклес, и утешит вас. И нас в скорбях сегодня утешает Дух Святой, о котором Христос сказал. Христос нету с нами. Есть Христос, который сегодня с нами присутствует в Духе Святом. А вознесенное тело Христа находится на небе. Потому и Христос сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Потому что пока я на земле, я только в одном месте. А Дух Святой все наполнять будет с тобой, всю Вселенную и все миры. Кто добавит? Кто добавит к этому? Давай, Саша. Я так немножко не согласен, да? С тем, что у нас сейчас... Ну, давайте, смешайся. Так, не смешайся. Мешками. Все равно, что крошки. Это... Божественное слово для всех нужно. Нас многие хотели бы быть, но они хотя бы послушать, хоть не увидят. Да, ничего. Ничего. Так, пожалуйста, Саша. Нет, так, знаешь, запросто сливать нельзя Христос, Дух Истины. Я считаю так, что Христос с нами есть. Как он сказал, где двое, где воин Моисович, там и я. И когда он был на земле, на земле он тоже уже был. Да. То есть не надо... Не надо Христа. Хрила, Духа. Христа, да. Да, да. Христа так принижать, что он только, если был в теле, то он был только в теле. Он провидел, видел человека, видел насквозь его, поэтому он видел намного. Так, еще. А именно, что называется Дух Истины, это та благодать Божия, которая во всех нас обитает, значит, и находится, которая соединяется с нами. А когда пойду, я задаю, пошли он Дух Истины, который вас научит, да, и он напомнит обо мне. Напомнит обо мне, да. То есть это, именно мы призываем Христа, и в то же время призываем Христа благодатью Божией, то есть благодатью Духа Святого. Потому что без Духа Святого не может. Да, и потому что одновременно с нами находится и Христос, и Христос, и Бог Отец, и Бог одновременно. Но, значит, обилие благодати Божией, которая, мне кажется, напоминает через Христа, мы понимаем это все. Что значит воплощиться? Что значит воплощение Христова? Это означает сделать все видимым, как написано у апостола Павла. Бог явился во плоти и показал себя ангелом, и к Евреям 2.14 говорит, как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял Оныя через Дьяву Марию, дабы смерти своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Но теперь стоим ислам. Стал видим для людей, значит, принял на себя плоть и сделался плоденным человеком с душой и телом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!